всем привет это обзор лего его аналогов от клинкрасный и сегодня ребята у нас снова обзор ретро ретро обзор на старый довольно таки набор 2008 года аж под артиклом 7669 который называется на звездный истребитель энакин это у нас набор посвященный мультсериалу война клонов которая у нас вышла 2008 году да по-моему или 2007 именно первый раз у нас появился именно кроме каждый фильм полтора часа по ушел потом уже стали эти серии и именно там у нас впервые появился данный истребитель но немного про история это у нас легкий перехватчик дельта 7b тип эфирная фея вот чем примечательно меняет набор почему мне оказался я коллекционирую данные истребители перехватчики дельта 7b у меня есть целая их коллекция и это предпоследний набор который меня осталось собрать полностью коллекцию когда я их полностью беру их обязательно сделаем их обзор а у меня есть все кроме набора 7143 самого первого перехватчика это у нас набор убивана кеноби звездный истребитель убивана кеноби вот еще старый у меня и также есть это еще старые версии у меня есть новое как бы переиздание и есть вот китайская версия переиздания данного истребителя вот но это немножко под истории в общем это у нас как бы создана специально для джедаев истребители первой версии потом у нас была другая версия это 2 по моему называется так которая тоже коллекционирую вот но это такая небольшая история в общем по поводу набор купил я его на авито совет доставка как всегда все честно все хорошо продается упаковал отлично но набор без фигурок почему без фигурок объясню но потому что с фигурками которые продавались на авито набор стоил очень дорого примерно до 2000 а а это я купил всего лишь за 500 рублей да и если я просто отдельно куплю фигурки это будет дешевле чем условно говоря купил с фигуркой в общем вот да и фигурки там кстати говоря вот вот кстати говоря в данном наборе впервые появляется у нас версия энгена скайуокера вот мультяшная и там была первая необычная прическа вот это необычное лицо анимированное такое не всем оно вот я помню когда я получил альбом фу альбом каталога того года и я очень сильно удивился этому лицо на кинскайуокер не знал откуда он вообще в общем что-то было интересно и необычное вот авито доставка купил я набор фигурки 500 рублей пришел довольно таки быстро вроде как полная комплектация но не знаю не знаю давайте проверим давайте посмотрим на инструкцию а потом его соберем посмотрим на инструкцию терпеть там кстати говоря подавался на авито набор с коробкой это еще такие старые наборы где коробка такая вот прямоугольная большая вот довольно таки интересная такая инструкция необычной формы тоже такая большая квадратная но первое дело на собираются фигурки вот про которые он говорил ангель skywalker вот здесь у нас все еще почему-то присутствует вейдер именно так прогрессован хотя наборы шли тогда с рисунком клонов мультяшных вейдер здесь все еще присутствует я с кстати говоря с кем-то переписывался с подписчиков честно не помню мы рассуждали на тему он мне рассказал почему присутствовал вейдер потому что это было по поводу набора 77 59 блин я забыл короче наборы который делал обзор на битвы приходит там тоже был вейдер хотя у них прорисовка вот здесь была совсем другая вот но не суть в общем инструкция инструкция и самое интересное что у нас может ждать в конце ага ага так список всех деталей надо проверить и функции набора функция набора достаточно скромные по тем годам и еще дополнительные но наборы набору тех лет так но да очень старые интересные раритетные наборы вот это мне есть как мы сделаны опыт этот батл пак сделал мне обзор потом вот я тоже хочу приобрести это у нас еще самый первый шагах вот эти типом так называется о неуловимая ни длани блин непризрачный гонщик забыл как называется из force unleashed очень редкий набор очень редкие фигурки особенно дарт лейдер мы старки вообще его не будь не сдался и старый наборчик у нас с дроидом пауком и с этим тоже забыл как называется все время забываю вот что у нас здесь у нас здесь лего клуб вступаете него которого уже нету ну и сзади еще парочку наборов в принципе все инструкция такая интересная большая в плане того можно было поменьше сделать ну я как всегда что-то по тем годам что давайте соберем набор посмотрим на него повнимательнее итак набор собран и что я хочу сказать но это прямо очень хороший истребитель для 2008 года это прямо прорыв в плане его сборки в плане его вот конструкции качество он очень интересен почему это говорю потому что я его реально собирал в отличие от других своих истребителей а именно вот этой старой коллекции версии дельты не перевыпусков более таких интересных новых с большим количеством а именно вот этих старых потому что предыдущие версии мне приходили собранными это я прям собрал и прям таким удовольствием прям с интересом мне очень понравилось как он сделан в принципе выполнен для своего года это прям ну супер я считаю вот по скажем так по истории знаете что тут но но и по аналогии так получилось что-то среднее естественно между набором 7143 который вышел ах аж 2002 году и следующему вот следующей версии уже более модифицированной версия истребителя асоки то надо что интересно вот в этот детали большие они использовались в 7143 предыдущей версии и потом через только через вот этот набор остались полюции именно вот здесь не знаю почему так вот именно в этом стабили перестали ну в этой версии не стали это делать а потом через версию выпустили непонятно мне очень странно но детали лучше куда так но об этом потом общее сравнение это потом вот ну и сразу давайте тогда сравним с перевыпуском данного набора 2008 2018 года спустя 10 лет кстати да символично вот если сравнить их два вместе ну вот версия больше чуть-чуть она более такая современная уже более какая-то модульная у нее вот эта часть она выше разведена но она уже такая более детальная в отличие от этой но и эта версия мне прям очень понравилось в плане вот того как выстроен желтый цвет как нарисована губаря но окраска очень все гармонично очень все отлично вот очень симпатично ну давайте поближе нам набор сгоним по функции здесь функции достаточно ограничены очень интересно здесь но старые еще шутеры которые так еле вываливаются ну либо я не умею хватать уваливать и единственная очень интересная функция я такой реально сначала это у нас функция чтобы можно было дроида 2d2 вытолкать отсюда давайте попробуем то есть мы вот так нашего дроида сажаем если им играться если им играться то у нас нафиг упадет вот четко упал но в плане от катапультирования не знаю то есть ну так максимум да хотя может быть еще больше нет это прям максимум в общем там небольшой механизм из техник детали вот вот так она работает ну и все кабин еще открывается до в кабине у нас естественно приборная панель что интересно что интересно что здесь на прозрачные наклейки это круто для того времени да и сейчас прозрачные наклейки я думаю были бы очень неплохим потому что во первых у нас сохраняется цвет детали и ну и сами вот эти принты потерпности изображены вот почему нет у меня фигурок в этом наборе как я ну в начале говорил я их не купил во первых у меня есть тенокин скайвокер из ювинга вот но он был покоцан и я вот думал его взять нет он был покоцан и я думал его отдельно вообще взять но решил в другой раз в принципе есть и есть вот и ар-2 бесчисленное количество там конечно версия ар-2 она вообще другая то есть там весь старенький еще тут белая полоска такая и принты только сверху то есть не в круг сейчас делать ар-2 ну я в принципе довольным приобретением то что у меня теперь есть в коллекции предпоследний скажем так мне еще остался один зика последний набор это 71 43 для 2008 года я считает прям круто это прямо отличного удачная моделька все в нее уравновешено все в ней собрано прям отлично если вы также как я собирает то конечно и ищите покупайте скупайте не знаю но можно просто отдельно как вот грязнолет если вы не коллекционируете фигурки вам принципиально там инструкция или коробка то можно вот отдельно за 500 уга я взял прям супер ребят у меня на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайк колокольчик и вступайте в нашу группу контакте где мы укладываем обзор на лего в аналоге всем пока